Всем привет с вами Витяка Вячеслав. Анализ партии Альфа Зира дает свои плоды и сегодня вам покажу очередную классную партию сыгранную на портале ческом я играл белыми фигурами и соперник у меня под логином Уил Дерим 2018 рейтинг на ческом 2567 и так поехали d4 конь f6 c4 g6 конь с3 d5 cd конь d5 e4 конь с3 bc слон g7 здесь я делаю далеко не самый популярный ход но тем не менее довольно таки ядовитый слон g5 2 0 конь f3 b6 тоже далеко не главная линия конечно естественный ход c5 да но вот ход b6 тоже вполне возможный здесь меня потянуло на творчество я сыграл h4 следует ход слон b7 и e5 вот так вот захватываю пространство в центре следует ход c5 и h5 cd cd слон бьет f3 gf конь c6 и вот возникла такая любопытная позиция у белых не рокированный король но атака на короля плюс два слона плюс превосходство в центре здесь я сыграла 6 замуровывая слона следует ход слон h8 и данной позиции у меня был выбор два адекватных хода это ладья h4 и слон е3 но вот я сыграл ладья h4 кстати говоря нам даже на большой глубине 10 стук фиш не может определиться какой ход сильнее но также конечно очень идейно пойти слон е3 где-то в планах белых сыграть и в 4 ну и по сути замуровать слона на h8 да там никакие подрывы слон наверное не скоро войдет в игру и эта позиция конечно с огромным перевесом у белых движки оценивают где-то за единицу но думаю если подвигать дальше оценка будет еще больше все таки слон на h8 практически не играет да но я вот сыграл ладья h4 тоже очень сильный ход следует ход fd5 и ладья c1 да но это в этой позиции черные сделали вроде как естественный ход ладья fd8 на самом деле это по сути уже решающая ошибка надо было играть либо ладья a c8 возможно еще также ход a6 и в принципе у черных еще не так все плохо хотя на стороне белых конечно уже большой перевес но вот после ладья fd8 следует ход слон c4 ферс опять шаг да и дальше я покажу вам партию до конца дабы не портить впечатление в каких-то моментах я играл не точно а после просмотра я остановлюсь еще на ключевых моментах здесь я сыграл король f1 последовал ход конь бьет е5 слон b3 белые без пешки конь c6 здесь под боем еще слон на g5 любить коня поэтому сразу по сути нельзя следует ход d5 ладья a c8 король g2 слон f6 слон бьет f6 еф и ладья hc4 неожиданно выясняется что у черных попросту безнадежно вот она пешка на a6 которая по сути является главной силой белых создавая предпосылки для мата по восьмой горизонтали до следует ход конь е7 и ферзь d4 да вот ферзь стремится на поле f6 с матовыми угрозами эта позиция уже не держится еще последовал ход ладья c4 ферзь бьет f6 король f8 ладья бьет c4 b5 да и здесь в принципе я выиграл тоже довольно таки красиво я сыграл d6 и после ладья d6 вы можете сами потренировать свою технику расчета и поставить мат в два хода на белые сыграли ладья c8 и после конца 8 объявили мат на f7 да вот такая концовка на мой взгляд очень красивая да кстати говоря я мог выиграть еще быстрее после b5 мат в 3 хода ставит после ладья 4 белый ставят мат в 3 хода то есть под боем конь на e7 но если черный как-то его защищают ну например ферзь c7 следует ферзь h8 шах конь g8 и ферзь g7 мат да но дело в том что просто после хода d6 черные еще могли как-то сопротивляться пойти конь g8 если не тоже получают форсированный мат но как вы понимаете ладья е4 все-таки заканчивала гораздо быстрее да ну а теперь перейду к самым интересным моментом в данной партии и так после хода f5 шах я сыграл король f1 и этот ход тоже выигрывает но гораздо проще выигрывал ход слон d2 да и здесь черные просто форсировано проигрывают и тоже довольно таки красиво давайте вам покажу в чем здесь смысл на ферзь a3 здесь ладья совершает такие необычные трюки ладья c3 например ферзь b2 ладья b3 ферзь a2 ладья b4 под боем ферзь ферзь a3 ладья a4 ферзь b2 и ладья a2 да вот такой вот я даже не знаю как это назвать квадрат что ли да то есть ладья вот по такому маршруту просто ловит ферзя и черные конечно форсировано проигрывают да но также черные могли ответить еще на ладья c3 могли ответить еще и ферзь b4 да и здесь тогда тоже белые выиграют играют a3 ну и принципе здесь варианты практически повторяются ферзь b2 ладья c2 ферзь a3 ладья a2 только здесь черные проигрывают еще быстрее ну то есть вот так ходом слон d2 я мог сразу закончить партию да но вот после короля f1 последовал ход конь e5 честно говоря я земнул этот ход да но и здесь я тоже выигрывал из моего поля зрения выпал сильный ход слон да я сыграл слон bt выпал сильный ход слон d2 давайте посмотрим как здесь белые выиграют ну скажем на ферзь a3 просто забираем коня ну и скажем на слоне e5 можно пойти ферзь e2 здесь очевидно у черных не хватает фигуры всего лишь две пешки за фигуру плюс ко всему белых атаку белых два слона эта позиция абсолютно безнадежная да но вот в принципе я не жалею о своей ошибке концовка получилась на мой взгляд очень впечатляющий давайте еще раз посмотрим ферзь f6 ладья c4 d6 и вот такой вот красивый мат ферзь f7 да ну вот я надеюсь вам понравилась данная партия всем спасибо за внимание и до новых встреч